Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на выставке «Выстрел», которая проходит в парке «Сокольники» в городе Москва. Сейчас мы вам покажем немножко экспозиции, а также побеседуем с некоторыми людьми, которые выставляются на данной выставке. Выставка получилась небольшая, но очень интересная. А самое главное, что организаторы уделили достаточное внимание развлечениям посетителей. Было представлено множество интерактивных киров. Для детей привезли бластеры и нерф. Для взрослых привезли арбалеты, луки, охолощенное оружие. Из всего этого можно было пострелять либо в помещении выставки, либо за ее пределами на уликах. Также для посетителей был предоставлен стенд, где они могли потренироваться в скоростной или нескоростной сборке, разборке автомата Калашникова. Молодое поколение училось разбирать автомат Калашникова с большим интересом. Внимание! Огонь! Огонь! Некоторые учились метать ножи. Кто уже умел, учился кидать различные столовые приборы. Несколько слов обо мне. Меня зовут Анастасия Черненко. Я мастер спорта по практической стрельбе. Член сборной России с 2010 года. Трижний чемпион России, трижний чемпион Европы и четырежний чемпион мира. На большой сцене посреди выставки выступали известные стрелки. Представители различных федераций рассказывали о своих увлечениях, о том, чем они занимаются. Меня зовут Акимов Олег. Я возглавляю федерацию кидо в нашей стране. И сегодня я хотел бы вам немного рассказать об этом замечательном искусстве. И мы продемонстрируем один из традиционных японских ритуалов. Сначала хотелось бы сказать, что такое кидо. Если просто переводить, то кидо – это культ лука. Но за этими короткими словами кроется очень много. В России кидо, наверное, больше известно как какая-то философская концепция благодаря книге Огена Херрегеля, немецкого философа. Но на самом деле кидо гораздо шире, гораздо многограннее. Это такая всеобъемлющая дисциплина. Здесь можно сказать, что кидо сейчас развивается в условных трех направлениях. Конечно, это путь самореализации. Конечно же, эта спортивная дисциплина проводится и чемпионаты мира, чемпионаты Европы, региональные турниры. И это путь традиции. То есть японцы очень бережно чтут свои корни, свои традиции. А сейчас я попрошу лучников нашей федерации кидо выступить и продемонстрировать нам тот химата шарей. Миниально с вами. Спасибо. Итак, скажите нам пару слов, впечатления свои о выставке. Поделитесь, как оно все прошло. Понравилось, не понравилось? Ну, большая благодарность, конечно, организаторам. Для нас такой опыт очень важен. То есть мы выступаем нечасто на кидо, в основном обучением занимаемся. Сами стреляем где-то в соревнования. А здесь такой шанс показать людям. Многие не слышали даже о кидо. Ну, теперь все будут знать, что такое кидо. Теперь надеюсь, да. Очень хорошая атмосфера была, хороший интерес. Люди подходили, спрашивали. Я надеюсь, что новые ученики будут появляться, новые спортсмены. Ну, будем надеяться. Большое спасибо, что посетили нашу выставку. Надеюсь, будет развиваться следующий. Да, будем надеяться, что в следующий раз у нас будет намного больше участников и зрителей. Спасибо. На стендах ножевых мастерских вы могли потрогать руками продукцию и понравившуюся сразу на месте приобрести. Также были представлены стенды компаний, которые занимаются производством тюнинга для оружия, где также можно было приобрести продукцию. В этот раз было немного компаний, которые занимаются производством одежды для стрелков, а также защиты органов слуха и зрения. Наверное, самыми популярными были стенды реконструкторов FireTag и LaserTag, потому что все образцы вооружений, которые у них были представлены, можно было потрогать, взять в руки, сфотографироваться. Особое удовольствие получали дети, потому что в обычной жизни им такие вещи потрогать негде, а здесь, пожалуйста, набери в руки и радуйся жизни. В общем, на выставке не скучал никто. Кто-то развлекал себя самостоятельно песнями, кто-то стрелял в интерактивных тирах, а кто-то выходил за пределы павильона и стрелял из захолощенного оружия. На стенде компании Ataman, которая занимается производством пневматического оружия, были представлены новейшие образцы для занятий спортом, высокоточной стрельбой, а также был интерактивный тир для того, чтобы научиться правильно целиться. И так, Дмитрий Петрович, расскажите нам свои ощущения, впечатления об этой выставке. С каким настроением собираетесь с центра? Ну, ощущения не знаю, особо ничего не почувствовал, слава богу, потому что стреляли везде. То есть выставка-выставок себя оправдала. Стреляли за стенкой, стреляли напротив, стреляли сверху, кругом. Выставка-выставка. Как она называется, она полностью оправдывается на название. Народу? Ну, достаточно. То есть мы ожидали, что первая выставка будет не очень много народу, но место проходимое, место хорошее. Люди даже у нас катались на коньках, пришли, вот, стреляли. И мы можем пострелять чудесным. Шум привлекает внимание. Шум привлекает внимание. Красота оружия. И само по себе оружие, оно встает. В следующем году поедете? В следующем году собираемся. Будем ждать? Обязательно. Спасибо. Продолжение следует... Отдельного внимания заслуживает стенд Иосифа Михайловича Ботирашвили. Он называет себя музейный боб. А все потому, что у его огромной коллекции, которая насчитывает более 500 экземпляров радистрельного оружия, в большей своей массе уникального, до сих пор нет помещения. И выставляться он не может. Поэтому огромное количество простых людей, которые хотели бы посмотреть на это оружие, лишены этого удовольствия. Подытожить это мероприятие можно так. Каждый нашел то, что искал. Кто-то хотел вкусную шоколадку с оружием, кто-то хотел пострелять, а кому-то была предоставлена возможность похулиганить, например, как на меня.